Саня Ваня сними Римас. Премьера с таким названием состоялась в молодежном театре. Здравствуйте, вы смотрите программу Город С. С вами Мариана Мирная. В гостях у меня сегодня выпускной курс театральной академии будущие актеры молодежного театра со своим художественным руководителем. Чтобы никого не перепутать, представляю гостей Ирина Сидоренко, как раз-таки завкафедрой актерского мастерства и руководитель того самого молодежного театра, о котором сегодня говорим, Любовь Щербинина, будущая актриса, Андрей Галкин и Антон Санков. Всем здрасте еще раз. Здравствуйте, здравствуйте. Слушайте, ну я вас поздравляю с тем, что уже официально все открыто, информация о том, что быть молодежному театру. Какие ощущения? Вы знаете, поначалу, когда это все случилось, была определенного рода эйфория, но она очень быстро проходит, и понимаешь, насколько трудно и насколько непросто в сегодняшнем дне будет наше существование. Но я думаю, оно будет настолько и интересно, поэтому я считаю, что оно нам надо. Оно надо не только нам, и поэтому все у нас будет хорошо. Слушайте, ну вот это такая уникальная достаточно история, что сыгранный курс, который, да, но все же актеры, когда учатся, это есть курс единый, да, и все друг друга уже понимают, знают и так далее. А здесь у вас как бы вы не расстанетесь, да, получается? Люба, как ты к этому относишься? Какие ощущения испытываешь, что вот сейчас ты со всеми этими друзьями и своими коллегами, но и при выпуске все равно вы никуда друг от друга не денетесь? Ну я считаю, что это, конечно же, большое везение, потому что обычно студент заканчивает институт, идет в театр, и ему нужно устанавливать какой-то контакт с его новыми коллегами, как-то вливаться в коллектив, а нам этого не нужно делать, потому что все, вот мы есть у друг друга, мы уже сыграны, у нас все схвачено, поэтому, конечно же, будет проще гораздо, то, что мы уже семья, уже все вместе, и как бы у нас художественный руководитель, который у нас 4 года растил. Вы знаете, вот это понятие семейственности, оно очень важно, потому что важно оно для творчества, и, конечно же, на первых порах оно необходимо, потому что всегда любой театр должен через 10-11 лет иметь такую возможность перестройки, но вот эти 10-11 лет, если это уже сыгранный коллектив, и тем более я их знаю всех, и знаю, на что надавить, чтобы сделать из них более блестящий и интересный бриллиант, то это только в плюс, вот я так считаю, и поэтому это большое счастье. Надеюсь, здесь сидят люди, которые именно это и понимают. Конечно, конечно. Нет, ну можно сказать, можно сказать то, что так как мы все друг друга знаем, да, и мы пропитаны одной общей идеей, от этого получается хороший продукт. Слушайте, ну вот вам еще и повезло, что вам уже и показываться-то никуда не надо, да, ездить, что уже, ты понимаешь, да, Антон, что у тебя есть... Да, я не знаю, Антон как-то смутно улыбается, что у тебя есть. Работа! Работа у тебя есть, парень! А это вот в этом нам очень сильно повезло, вот правда, если так задуматься. Это очень большое везение, и раз уж мы все уже сказали слово «семья», да, то, что мы остаемся все вместе после выпуска, если бы нас распускали... Вас и так распускают иногда. Нет, нет, ну я имею в виду... Особенно по утрам, когда вы не ходите на пары. Если бы распускали курс, когда... Это то же самое, если бы меня выгнали из семьи, ну как? Разве так можно? Не выгоняют никого, слава богу, у нас из семьи. Сколько всего человек, получается, на курсе, и все ли они остаются? То есть, может быть, есть те, кто отщепенцы, кто хочет куда-то уехать? Вы знаете, я еще не знаю, есть у нас отщепенцы или нет, но предполагаю, что такие, наверное, случатся. Это само собой разумеющаяся вещь. На курсе 26 человек. Большой курс для автоска? Как бы актерского. 26 человек. Из них 14 мальчиков, 12 девочек. И, естественно, костяк, наверное, будет составлять 18 человек. Это вот те, которые, я думаю, вообще, вот которым ничего другого не будет нужно. Но остальных никто не гонит, потому что я мать, а не ехидна. Вот. И поэтому я, конечно же, оставляю всех, а там уже настолько, насколько им это будет нужно. 18 человек, этого достаточно для задела, для того, чтобы вот играть уже спектакли не в рамках учебного театра, да, а в рамках полноценного театра? Более чем. Даже много? Ну, да нет, нормально. Да вот от 14 до 20 самое такое разумеющее число. Да, да, цифры. Вообще, как бы, конечно же, если разрастаться, то 25, 26 – это идеальное число, 25, по сути своей. Это вот то, что составляет костяк разносторонней труппы. Но это предполагается, если будут еще более другого возрастного, в разрастной категории люди и так далее и тому подобное. А вот когда мы одного возраста, то 18, 19, 20 – это действительно более чем достаточно. Ну, все, извините, что я прибиваю, на самом деле зависит от материала подобранного, потому что даже сейчас мы взяли работу такую «Три мушкетеры», вернее, пьесу, которая называется «Дартанен», «Бартеневская пьеса». Вот, так там столько народу, что нам приходится, хочешь не хочешь, а подключать младшие курсы, а третьи, второе, первое, чтобы… Ну, им тоже опыт нужен, конечно. Им только все, за радостью. Конечно. Слушайте, хочу с вами затронуть такую вещь, как театр молодежный, да, но тем не менее. Вы же играете не только, да, молодежные пьесы, и персонажи, которых вы играете, это не только молодые какие-то люди, соответствующие вашему возрасту. Хочу о таланте, наверное, да, затронуть, что, Ирина Анатольевна, как ваши ребята справляются с тем, чтобы играть не свой возраст, не свойственные себе какие-то вещи? Это большая школа и очень хороший опыт. И самое главное, что зрители, которые нас смотрят и видят это, отмечают такую вещь, что, говорит, мы вроде смотрим и понимаем умом, что это студенты. Но мы понимаем одновременно, что это именно эти герои, и им столько лет, сколько героям в пьесе. А для этого не нужно ни грима, для этого не нужно ни каких-то таких вот в себя впускать опыта. Нужно действительно поверить в того персонажа, которого ты играешь. Он обязательно войдет в тебя и поведет за собой. Вы знаете, это магия, правда. И когда на них смотришь, ты понимаешь, что вот он действительно прожил этот кусок жизни вместе с тем человеком, который написан. Потому что он меняется, меняется на глазах. Они другие, они становятся на сцене другие. Как только они становятся на сцене другие, значит, достигнута именно вот та пиковая точка воплощения. Андрей, какого тебе самого возрастного или, может быть, самого тяжелого персонажа приходилось играть, с чем приходилось вот дольше всего работать? Переступать какие-то внутри себя грани, черты, расширять сознание, возможно? Ну, на данный момент есть такая уже роль. Она слажена тем, что это не совсем человек. Вот, пластические мистерии у нас есть. Я видела ваши мистерии, великолепные. Я вот с такими глазами. Это жило, только бритый теперь. По поэме Юрия Михайловича Лермонтова. И персонаж, демон. Это существо, которое нужно понять в первую очередь, оправдать для себя и слиться с ним. И так как это была моя вообще первая работа, будущее, я был студентом второго курса, когда мы начали работать над ней. Было тяжело у меня. Был достаточно длинный период сращивания с этой ролью. И вот опять расскажу. Я всегда рассказываю эту историю. Ладно, давай, рассказывай. На которой меня Ирина Анатольевна ругает. Да, у меня был такой опыт, когда я применил такой метод подготовки к роли. Я пришел очень поздно. Это была зима. Вернее, рано очень пришел. Зима. Было часов, наверное, 7 утра. Седьмой час. Вот. Я спустился в подвал. Закрылся там. Включил в полной темноте. Включил музыку. Психоделическую. Психоделическую, которая меня могла бы настроить на данный мотив. И, в общем, попытался вот впустить в себя этого демона. Опыт был интересный, но очень опасный. Повторять его не стоит. Но больше не хочу. Ну, сойти, правда, можно с ума. Это очень страшно, на самом деле. Когда ты понимаешь, что это ты уже не ты, а тобой движется что-то другое. И внутри происходит процесс, разные эмоции. Это не твои эмоции, это чужие. И ты так никогда их не испытывал. Это правда страшно. И, как бы, ну, возможно, один раз, не, как говорится, вот, поэтому попробовать можно. Но это очень опасно. Очень опасно. Иногда демон начинает у него прорываться в домашних условиях. Он до сих пор, да, с ним. Это такая субстанция, которую очень трудно из себя выдавить. Поэтому наш белый и пушистый Андрюша иногда бывает страшно. Вот, если есть время, могу еще один интересный пример рассказать. У нас еще у нас есть, еще герой. Герой у нас есть, да, вот Антон, он играет Кармайкла в пьесе Макдонаха «Без руки испокона». Раз, да, это тоже возрастной персонаж довольно-таки. Вот, а также Любаша играет тоже в «Прощание в июне» жену Репникова, то есть маму, уже взрослой дочери, да. И также они вместе играют в спектакле «Саня, Ваня, с ними Римас», играют Саню и Ваню. И Ваню как раз таки. Да, опять же, которые проходят определенный возрастной, от молодых до более зрелых людей. Вот. Как? Любовь. Как вы это делаете? Ну, просто я к тому, что понятно, что актерская профессия, она подразумевает, да, и пополнение своего душевного опыта, да, мы не говорим сейчас о возрастном опыте, но опыте душевном, и книгами, и какой-то бытовой жизнью, и какими-то наблюдениями, и так далее, и так далее. То есть, да, способов и методов много. Но тем не менее, как в себе находить... Тебе сколько лет? Двадцать. Двадцать. Как в двадцать лет, где там внутри, находить вот эти вот точки, от которых можно отталкиваться, и достигать вот этого уровня, чтобы у зрителя создавалось полное впечатление, что тебе не двадцать, а там тридцать, сорок, пятьдесят, неважно, девяносто? Ну, это в первую очередь, конечно же, вера в предлагаемые обстоятельства. То есть, мы на сцене играем не себя, а мы играем персонажей. Поэтому нужно абсолютно верить в то, что я выхожу на сцену, и я это уже не я, Люба, а я это Саня, который не двадцать лет, а тридцать один ей, ну, в первом акте. И вы правильно сказали, то, что искать нужно именно в себе. То есть, чтобы сыграть другого персонажа, в первую очередь, нужен свой душевный багаж. В себе нужно находить какие-то болевые точки, которые помогут оттолкнуться, которые помогут понять персонажа. И вот эти точки, они должны совпадать. И когда находишь что-то в себе, плюс берешь от Сани, это вот соединяется, и получается вот что-то такое, чем ты заставляешь зрителя верить в это во все и сопереживать персонажу. Слушайте, ну здорово. Антон, как премьера прошла? Я не помню! Премьера восхитительно прошла. Мы все ее ждали. Наверное, не только те ребята, кто участвует в спектакле, а весь курс, я уверен. Мы все ждали. И я думал, я на поклоне расплачусь прям там. Но я потом расплакался, попозже. Я все-таки не позволил себе прям вот... Упасть на сцену, верю, да? Да, да. Прошло очень хорошо. И для меня, как, наверное, для нас, для всех, этот спектакль, это... Я испытываю катарсис, индульгенцию, как это называется? Индульгенцию я не знаю. Индульгенцию. Ты почему сюда прикал индульгенцию? Катарсис... На катарсисе мы и остановимся. Оставим катарсис. Да. Слушайте, хочется поговорить о том, как вы формируете репертуар, потому что он достаточно широк. Да, мы сейчас вспомнили прекрасный пластический спектакль. Есть классика. Вы взялись за Д'Артаньяна, да, и так далее. Мюзикл у нас есть. Мюзикл есть. То есть настолько обширный репертуар вы создаете. Это же правильно я понимаю, что он перекочует уже в молодежный театр, который со следующего года, когда ребята выпустятся, он уже заформирует. Мы именно для этого и создаем так много сейчас студенческих спектаклей на этом курсе, чтобы у нас была возможность с чем прийти уже во взрослую жизнь, на чем зарабатывать деньги. Если уж так по-простому говорить. Ну, конечно. Да, мы должны выпуститься с 13 номинованиями абсолютно разными, которые могли бы устраивать все пласты населения города Самары. И мы как раз вот на эту тему очень много сейчас трудимся, и поэтому у нас премьера за премьерой. Вот у нас следующее уже буквально подпирает нас премьера Эрдман, самоубийца. Затем вот будет пьеса Бартенева Д'Артаньян и Три мушкетера. Да, романтическая вещь. Потом Шекспир, Ромео и Джульетта. Ой, всякая красота. Да, да, да. Дальше будет Тенниси Уильямс, трамвай желания, надеюсь. А потом под финал, под финал мы обязательно сделаем цилиндр Эдуарда де Филиппа. Вот. И закончить мы хотим так красиво еще одним пластическим спектаклем. Пока каким, не знаем, не решили, потому что времени не так много, может быть, это будет... А почему же решили? Нет, не решили. Уже вчера опять не решили. Вчера поменяли. Да, вчера все поменяли, да. Но пластический спектакль будет. Слушайте, ну, про планов просто громадье. Андрюш, пахота? Пахота, пахота. Иногда у них бывают выходные. Иногда. Иногда бывает. Но, как бы, дабы хочешь стать хорошим специалистом и выходные трачь на свое любимое дело. Слушайте, ну вы же все сумасшедшие. Вот каждый раз говорю, даже не стыдно. Сумасшедшие люди, вам только бы дай работу. Вам без работы плохо. Вы же... Вы знаете, да, у меня... Вам скучно, правильно? Есть такой грех, я отучила их отдыхать. Нормально отдыхать. Вот. Сама не умею, еще и не отучила. Понимаете? Это, конечно, грешно с моей стороны. Но что делать? Вы же тоже наверняка, да, и в ночь остаетесь, и из дома, наверное, все приносите к спектаклям. Вот все это. Да, да. Если бы нам разрешали в институте оставаться на ночь, я бы оставляла. Вы бы оставались, да. Хочется поговорить о том, что условия, конечно, не идеальные, да, и мы говорим о том, что особенно студенческий театр, это вот кто что из дома принес по сути своей. Как в таких условиях, когда нет каких-то огромных декораций, когда нет возможности тратить какие-то миллионы рублей на свет и так далее, как в достаточно стесненных вот этих вот условиях все-таки, ну, не опускать руки, не говорить, а, у нас вот этого нет, да и не будем ничего делать. Ну, расскажите, мальчики. Расскажите, как. Вы же, наверное, и монтируете все сами, да? О, да, они сами перестрагают. Вы же все сами делаете. Да, да, красят, шьют, подбирают. Вот видно по ним. Мальчики, мальчики у нас бегают, даже девочкам костюм покупают. Захаров, да, присылает. Одеваем, мальчику одеваем. Вот это подойдет к фотографии. Я вас ненавижу. Я вас ненавижу. Нет, ну, тут такая, знаете, палка о двух концах. С одной стороны, конечно, хотелось бы, хотелось бы в спектаклях кучу спецэффектов, там, да, какие-то сногсшибательные декорации, красивая музыка, это все понятно. Красивой музыки нету, что ли? Нет, музыка-то красивая есть. Я про качество звука имею в виду. Вот. И про оборудование. Вот. Но с другой стороны, это вот то, чем у нас учат Ирина Анатольевна, это все держится на артисте. И можно выйти, вот у нас, да, спектакль «Прощай, не вы, не у нее», висят просто пару тканей. Все. Как бы, да, этим обуславливаются все декорации. И, в принципе, люди прекрасно понимают, что на сцене. Дача ли это на сцене, или какой-то квартира, или институт, или все это понимают за счет того, что артисты с собой как бы все это вытаскивают. Вот. Так что это хорошая школа, очень хорошая школа, с одной стороны. Ну и опять же, вот ручки тоже набиваются, как бы что-то строгать, что-то делать. Что приходилось уже делать? Окно. Ой, да что только не приходилось. Скажи, как ты делал окно? Много забор делал, делал окно. 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 Скажем про окно. Все хотят про окно. Андрей, ждем историю про окно. Как это сказать? Ну, вообще так получилось, что мы были еще третий курс, вот, и я в поисках, значит, материала для этого окна. Это достаточно сложная работа, потому что моя была какая-то задача. Сделать, значит, окно, через которое ребята на сцене могут перелазить. Оно должно быть крепкое, естественно, транспортировать, как-то. Расформироваться? Ну, да, 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 да. Вот. И нужно его перетаскивать туда-сюда. И я вот ступор думаю, как это делать, значит? Вот. Материала нет, денег нет, что делать? Пошел по подвалам, по мусоркам лазить, искать, что-то делать, вот. Ты кто? Я артист. Да, да, да. А что на мусорке окно еще? Не трогайте меня. В итоге, значит, когда уже вышел спектакль, ко мне подходят ребята с четвертого курса, мы тогда были третьим, говорят, ребята, у нас тут пропали, значит, эти палки, которые у нас в спектакле были, а вы это не видели? А я так смотрю, у меня вот на окне вот эти вот палки, говорю, слушайте, а вот нет, не видели. Не знаю, как так получилось. Говорю, ну, все, ну, сами понимаете, студенты. Но для своего курса из своего спектакля выкрутился, да? Конечно, для своего курса все это как в родной дом. У нас уже мы этот, приобрели, как его, лобзик электрический, ой, сколько проблем решили сразу. Вот не было, не было, бах появился. Главное им говорить, откуда он появился. Что главное на актерском курсе? Лобзик, да? Нет, ну, вообще, я на самом деле рад, потому что очень много и по жизни, по жизни, бытовое, очень много мне это дает в плане собранности какой-то, да, в плане подготовки. Там, теперь уже, ну, скажем так, я надеюсь, что моим будущим барышням будет со мной спокойно, что я могу полочку прибить ровно там, что-то еще сделать. Вот молодец какой. Заметьте, я сказала, не будущий барышня, а будущий барышня. Да, замечательно. Люба, что ты несешь из дома? Костюмы, платья, серьги, бухи? Ой, все несу. Мама ругается, бабушка ругается, но они уже привыкли, они уже все отдают. Часы с кукушкой вот недавно для Сани Ваня забрала, мама не хотела отдавать, вот прям от сердца оторвала. Иногда бывает то, что мама не знает, потому что я знаю, что она не разрешит, она там на втором курсе, на экзамене только узнала, что я фужеры вынесла из дома, когда смотрела этот отрывок, потом говорит, что за фужеры были такие? Ну, отдает. Вазы, фужеры, часы, там, все. Потрясающе. Дедуля у меня самокат делал там для спектакля. Слушай, ну, все семьи просто тоже участвуют, да, это такое создание. Но я очень надеюсь, что когда уже начнет работать сам молодежный театр, уже в полную свою силу, что все-таки из дома больше ничего нести не придется. Из дома мы нести не будем точно. Хочется с вами затронуть еще тему того, что молодежный театр, он же не предполагает, что работать в нем будут только исключительно молодые люди. У вас будет, будет ли открываться набор? Вы будете ли набирать кого-то? Будут ли, может быть, со следующих курсов? То есть как планируется дальнейшее его как театр развития? Ну, вначале как бы планируется все-таки начать вот с теми, кто есть. А дальше уже, походу, если люди будут выбывать, то, естественно, будут освобождаться и ставки, и возможность принятия других людей, которые уже и закончили наш вуз, и им хочется заниматься именно с нами этим, да. И также те, кто будут подрастать, дальше будут приходить к нам в театр. Ну, то есть мы будем, я надеюсь, существовать обычной театральной жизнью, да. Кто-то ушел, кто-то пришел. Но хочется, чтобы оставался все-таки костяк этого замеса по той простой причине, что именно на нем будет зиждеться начало. Это фундамент. И поэтому из фундамента не хочется вынимать всякие причины. То есть отличный фундамент. Что насчет фундамента здания, самого, что за здание, давайте все-таки поговорим. Пока мы будем базироваться на базе ДК Литвинова. Это ДК Кирова, бывшая, вот, да, на площади Кирова. Мы там будем играть, и при этом будем выезжать еще на площадке вот ДК Пушкина, да. Также нам будут предоставлять площадки и камерная сцена, да. То есть муниципальные театры. Да, да, муниципальные театры. Нам обещают реконструировать, можно сказать, из самых низов. То есть потому что там все разрушено. Россия был. Кинотеатр России. Да. То есть вот это будет нашим зданием, нашего молодежного театра. То есть на это тоже будут рассчитанные силы, бюджетные. То есть все это будет делаться. Слушайте, ну вот у муниципальных театров в Самаре непростая судьба, как бы априори, да. Они сначала и покажутся, каким-то углом таскаются все и так далее. Естественно, а потом получают, да, конечно. А потом уже какое-то счастье у них случается. Да, 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 да. Вы, мне кажется, все-таки в более выигрышном, да, тут получились положения, что все-таки вам уже хотя бы, ну, конкретное назвали, да, будущее, что вот тогда-то будет что-то. Да, да, да. Нет, вы знаете, звезды, Господь нам сопутствует. Потому что, наверное, мы все-таки делаем хорошее дело, и поэтому нам мало препонов препонов ставится на пути. Я надеюсь, сказав это, я не поставлю очередной препон, а наоборот, буду говорить в тандеме с теми, кто за нас. Вот о грядущей премьере несколько слов. У нас мало времени остается. Чего ждать всем тем, кто к вам уже, ну, прописался ходить, что называется? Самоубийца Эрдман ставит Вадим Викторович Горбунов эту постановку на сцене. Всем нам известны, да. Все те же, только с другими лицами. Да, и я думаю, это будет интересно, потому что это такой гротеск, это определенная эпоха, наша эпоха. И мне кажется, что и нам это будет полезно, и еще раз взглянуть на тех, кто был до нас с этого вот среза, будет интересно. И еще такие коротенькие блиц, так скажем. Какие все-таки, Люба, тебе вот нравится больше? В каких спектаклях участвовать? Их большое разнообразие. Что тебе ближе как актрисе? Ну, если говорить о жанрах, то я не могу сказать, но если говорить о ролях, то мне ближе те роли, которые мне что-то дают, в которых я расту как человек. Вот это для меня самое главное, чтобы был именно духовный рост через мои роли. Андрей. Я тоже не могу так однозначно сказать, что мне больше там нравится комедия, жанр, трагедия или драма. Я могу только сказать то, что есть какие-то вещи, которые мне даются проще, но легче, какие-то сложнее. Но я живу с тем девизом, что надо, все, что дают, надо брать и пробовать. Надо как бы стремиться к этому. Поэтому вот все, что дается, тем более я понимаю, что выбор не может быть плохим. Так что я за все берусь и все делаю с большим энтузиазмом, скажем так. Да, Антон, я тоже это заметила. Антон, предпочтения есть какие-то? Или вот все, дайте мне, я все сделаю? Ну, они оба верно сказали, я соглашусь. Во-первых, я считаю, что нужно уметь играть все. Вот, это необходимо. Нужно быть многофункциональным, максимально. Вот. Но самая лучшая роль это та, где персонаж тебя чему-то учит. Это вот студенты, потому что еще они учатся, да? У них процесс обучения. Ну, артист, вы понимаете, в чем дело? Самое интересное, что если артист приходит в театр и перестает учиться, он перестает быть артистом. Потому что мы начинаем растренировывать свою душу. Растренировывая свою душу, мы растренировываем все вокруг. И в этом мы убеждаемся с вами много-много раз. И дай бог, чтобы вот эта вот тяга у них оставалась еще долгие-долгие годы. Тогда мы будем жить. На этой прекрасной ноте спасибо огромное, что пришли, время наше закончилось. Удачи вам, приглашайте на премьеры. Со зрителем прощаюсь до следующей пятницы. Проведите выходные с пользой и с удовольствием. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин